После небольшой паузы, которая образовалась в РФПЛ из-за отборов к Евро-2020, крылья советов продолжили подготовку к матчам в элите российского футбола. Сегодня подопечные Меодрага Божевича выкладывались по полной. Они провели открытую тренировку на втором поле стадиона «Металлург». Спортсмены бегали скоростные спринты и отрабатывали игровые моменты, разбившись на три группы. Председатель совета директоров Александр Фетисов считает, что команда должна бороться за самые высокие места. Для этого от футболистов требуют максимальной отдачи на каждом клочке поля. Расслабляться нельзя. Мы видим, что по турнирной таблице практически две трети команд чемпионата дышат друг друга в затылок. Поэтому надо, конечно, нам показывать вот такую устойчивую игру во всех матчах. Тренерский штаб готовит команду к предстоящей встрече с Оренбургом основательно. Соседи крыльев по турнирной таблице хорошо исполняют стандарты, выигрывают много единоборств на втором этаже и быстро выходят из обороны в атаку. Каждая ошибка может стоить волжанам трех набранных очков. Ответственная игра, и мы понимаем, что это соседи наши по региону и по турнирной таблице. Это дерби, мы это прекрасно понимаем. Поэтому надо выходить и выигрывать. Очень много команд, у которых одинаковое число очков. Так что хорошо, что мы не проиграли последние три игры, но мы ничего не добились. И перед нами очень-очень трудно будет и любая игра здесь. Россия очень трудная. Основной козырь крыльев в этом сезоне – мощный и забивной форвард Александр Соболев. Несколько дней назад он вернулся из расположения сборной России. Один из лучших бомбардиров РПЛ звезд с неба не хватает. Партнеры по команде постоянно над ним подшучивают, но Соболев на это не реагирует. Относится к тренировкам со всей серьезностью. Ведь главный тренер национальной команды Станислав Черчесов еще не дал шансов 22-летнему нападающему в играх с Шотландией и Кипром. Наоборот, он должен еще больше работать. Я думаю, он сам это понимает. И чтобы еще раз его вызвали, доказать еще раз дальше игрой своей до конца первой части. И чтобы получил еще вызов в сборную. Западные скауты уже активно следят за молодым и талантливым нападающим. Но Соболев предпочитает не заострять внимание на трансферных слухах. Форвард признается – командный успех для него важнее личностных амбиций. Я считаю, очень неприятная команда для всех. Они навязывают борьбу всем командам. С ними тяжело играть. Много борьбы. Тем более поле еще искусственное. И так что будет нам очень тяжело с ними играть. Надеюсь, что мы выиграем. Сейчас крылья советов занимают десятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Но от Еврокубковой зоны их отделяет всего лишь одно очко. При удачном раскладе подопечные Меодрага Божевича смогут уйти на зимние каникулы в статусе одного из лидеров первенства. Ближайшая встреча пройдет в Оренбурге с местной командой 20 октября на стадионе «Газовик». Стартовый свисток прозвучит в 12.30. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Продолжение следует...